Министр правительства Москвы, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров. Московский государственный министр, head of the Department of Science, Industrial Policy and Entrepreneurship Алексей Комиссаров. Я хочу использовать эту возможность и благодарить всех вас за то, что вы приехали в Москву, за то, чтобы участвовать в этом конгрессе. Я очень благодарен и действительно я очень рад поприветствовать вас в нашем городе. Мы, я надеюсь, у нас будет интересная дискуссия сегодня и для меня большая честь быть модератором этого мероприятия. Этой сессии и представить вам прекрасных выступающих. Несколько слов в отношении, что мы будем обсуждать. Мы будем говорить о уроках, которые мы извлекаем в отношении того, каким образом мы создаем наши новые виды бизнесов в наших городах. Я прошу наших гостей, чтобы они также задавали вопросы, общались. И прежде чем мы начнем это делать, хочу пригласить наших спикеров на сцену. Как я это сделаю или кто-то, они будут объявлены. Да, хорошо. Итак, Луис Филипп Феррейра из Колумбии. Он является заместителем мэра Института частно-государственных альянсов. Насколько я знаю, это крупнейший город, второй по размеру, Колумбия, правильно? Если я помню верно, также он там более 30 университетов находится в этом прекрасном городе. И насколько я знаю, Меделин, то есть он наиболее инновативным городом считается в мире. Да, 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 он был так называемый, он был более инновативным городом мира, институтом в 2013 году. Если вы не против, я попрошу, приглашу других гостей. И потом мы начнем нашу дискуссию после того, как все придут на сцену. Следующий наш гость – это Франциско Кабрера, заместитель мэра Буэнос-Айреса в Аргентине. Это Министерство экономического развития Франциско. То есть у него очень сложно, много задач решал для своего города, для развития экономического этого города, для расширения экономического, для того, чтобы способствовать повышению иностранных инвестиций в этом городе. Правильно? Да, правильно. Добро пожаловать. И разрешите я представлю вам господина Кузовлёва. Вы уже встречались с господином Кузовлёвым. Он является президентом, председателем, сад директоров Банка Москвы, одни из крупнейших банков России. И также Михаил также является... Два года назад он был выбран президентом Московской ТПП, Торгово-промышленной палаты. Наш следующий гость – господин Шаронов Андрей. Андрей является деканом Московской школы управления Сколково. Это крупнейшая частная школа, бизнес-школа в России, создана в 2006 году. И большое количество бизнес-лидеров и российских граждан присоединились для обучения, предоставления услуг в области образования следующего поколения бизнес-школы. У него уникальный опыт у Андрея Шаронова. Он работал бизнесменом в Министерстве экономического развития, он работал в Российской Федерации. У него колоссальный опыт в этом области. Да, также он занимал должность заместителя мэра Москвы по экономической политике. И фактически большая привилегия для меня – радость, для меня – честь пригласить господина Шаронова. Я абсолютно уверен, что Андрей – это не единственная причина, по которой мы, конечно, приглашаем господина Шаронова, но он нам расскажет разницу между уровнем государственной поддержки и другим видом поддержки, уже городской поддержки бизнеса. И также я хочу пригласить Никола Зингаретти. Никола, вы здесь. Пожалуйста, добро пожаловать. Вы также вы из… То есть вы расскажете немного о себе. Да, Лацло. Регион Лазло, Лазер региона – это цифровая программа, это стартапы, действия, мелкий бизнес, средний бизнес. Это регион Рима, район Рима, губернатор Лазео. То есть он является губернатором региона, района Рима, Италия. Как мы знаем, что это крупнейший город – это Рим в Италии, является столицей Италии, он является губернатором одного из районов. Первое, о чём мы поговорим сегодня с вами – это является ли это ответственностью правительства, помочь создать такую экосистему. Или страна должна делать, или это должны делать города на локальном уровне, администрации городов. И второй вопрос – что должны мэры, руководители городов должны делать, чтобы помочь развитию предпринимательства в своих городах? Как вот это соотношение? Если можно, пожалуйста, Франциско, если вы начнёте нашу дискуссию. Большое спасибо. Спасибо. Во-первых, я хочу благодарить за приглашение. Для нас, вот из Аргентины мы приехали, совершенно другая часть мира, очень далеко, и поэтому ничего удивительно увидеть. Такой колоссальный конгресс в Москве для нас был приятным удивлением в отношении предпринимательства. Большое спасибо правительству за приглашение, правительству Москвы спасибо за приглашение. И я думаю, что вот как представитель локального правительства, очень важно для нас, для всех, что мы, как официальные лица, как понять вот эту революцию, которая сейчас происходит в мире в настоящий момент, которая связана как раз вот этот взрыв предпринимательства происходит во всём мире. И наша ответственность, как городских начальников, всячески помогать, развивать, поддерживать для того, чтобы эта ситуация взрывного развития была должным образом способствовать развитию её. Потому что вот это вот сотрудничество во всём мире, и я думаю, инновация, вот она как раз вот из этой революции, она и происходит, она появляется на основе этой революции. И это, конечно, это отличается от того, что происходило за последние 20-30 лет, это другой совершенно вид развития. В нашем регионе, я хочу сказать, не только, конечно, Аргентина, Буэнос-Айрес, но в других регионах, Колумбия, Колумбия, Перу, Бразилия и другие страны, Мехико, Чили, другие страны, мы все совместно, мы согласны с этим взглядом на мир, мы работаем вместе для того, чтобы создать подобное сообщество. И особенно в Аргентине вот эта экосистема очень крупная, очень важная в отношении предпринимательства. Я думаю, в регионе именно из-за вот этих последовательных, этих экономических кризисов, которые происходили в последнее время в регионе, постоянно развивающиеся кризисы, мы можем наблюдать то, что сейчас вот, то есть мы должны быть гибкими в сложных временах. Это очень важно, выживание в сложных временах, двигаться вперед, продавать, работать инновативно и становиться крепким и сильным, выживать. И в прошлом году мы пригласили 25 бизнес-лидеров из правительства, и теперь вот я могу ответить вам, что мы делаем в этой области. То есть вот это наш университет Singularity в Калифорнии, то есть вот посмотреть, что они думают о глобальной программе. То есть она удивительная, это новая, новая программная. То есть университет Singularity и рекомендации, которые были сформированы в этом университете для политиков Буэнос-Айрона. Был крупный конгресс проведен, где-то 1500 человек были приглашены на этот конгресс. И мы, конечно, это мероприятие проходило в многих университетах. И главная была идея, что бизнес-сообщество должно активироваться. Главная идея вот этого мероприятия была в Буэнос-Айресе. И в отношении того, что мы делаем в Буэнос-Айресе, вот сейчас еще будут вопросы, наверное, но я хочу рассказать, что очень важное, что мы делаем, это мы внедрили то, что это называется креативные районы. Вот это новые технологические районы есть, районы образования района, дизайны района, инновации и так далее. Мы их разбили. И это называется креативная экономика. Каждый занимается своим упорядочением таким образом эти районы. Вот эти районы, эти административные районы, они создаются общее понимание того, каким образом можно помочь самых различным видам отраслей для развития. Восстановление, скажем так, то есть создание дополнительной стоимости, создание продуктов, которые имеют дополнительную стоимость. Вот, например, бренд города, например, идентичность города Буэнос-Айреса создается. Продвигать все, что имеет отношение к креативной экономике, очень важно при условии создания подобных мероприятий. То есть на доске инвесторов существует список, чтобы наш город присутствовал на этой доске, на которой написаны крупные города. Вот это то, что мы делаем в Буэнос-Айресе в общих чертах. Вот вопрос, кем образом, кем образом вы измеряете, как вы делаете, что вот общественные деньги используются должным образом, как вы, особенно когда вот мы, то есть вот, так сказать, общественные эксперименты, они тоже проводятся. Да, очень важно, конечно, этот вопрос, который вы задали. Но мы делаем это следующим образом, будет, в Буэнос-Айресе. Мы полагаемся на ГЧП, государственное частное партнерство. У нас очень много есть программ, но самая главная программа, которая проводится на самый момент, это помочь вот этим вот частным бизнесом создать эту экосистему в Буэнос-Айресе. Мы даем деньги проектам, которые уже были проверены. То есть вот эти частные акселераторы, которые оценивают проекты, и потом мы даем деньги этим проектам. Вот еще вопросы, господин Дженгаретти, пожалуйста, если можно. Можно сказать, Дженгаретти, ой, извините, да, Дженгаретти, да, вот наша общая была дискуссия. Если скажите несколько слов, пожалуйста, о Риме, как вы, о Лазио, как вы работаете в этом районе. Во-первых, большое спасибо за приглашение нас. То есть вот мы очень, у нас удивительная возможность сейчас вот здесь вот поделиться с вами нашими проблемами, видением, перспективами, развитиями мероприятий в этой области. Если отвечать на ваш вопрос, я думаю, что мы должны, мы должны, местные правительства, локальные правительства во всем мире должны, и, конечно, мы должны не отставать от того, что происходит в мире, в мире стартапов, во всем мире быстрого развития. И мы должны делать все возможное, чтобы применять эти методологии во всех регионах равномерно. И мы, конечно, должны концентрировать на местных проектах, инфраструктуре, сервисе, финансирование. Это наша цель и задача. Главная ответственность, особенно помогать с тем секторам экономики, которые находятся на нашей, у нас на тех секторах экономики, которые мы специализируемся, у которых у нас есть определенные компетенции. И, во-первых, вот это вот понимать должным образом, какая наша задача, цель, определить круг задач в вашей территории. Вот как вот, я говорю, у нас, вот Владио, у нас есть цель, я чуть позже буду говорить, у нас есть план. Но главным образом у нас задача сконцентрироваться на определенных секторах. То есть, у нас потом, конечно, это в области IT, конечно, коммуникационные программы. То есть, наши регионы, РОМ, это крупнейшее время у нас находятся как раз специалисты, которые работают в области ICT, информационных технологий, коммуникационных технологий. И центральные правительства, конечно, для нас тоже, правительства являются большим клиентом потребления услуг коммуникационного характера. И также вот это культурное, и, конечно, культурное наследие. Туризм, конечно, имеет колоссальное значение в области развития этих бизнесов. И мы предпринимаем все возможное для того, чтобы концентрироваться именно на тех специализациях, на тех компетенциях, которые у нас есть, и определенные действия уже, конечно же, предпринимательства, стартапы во всех этих областях, секторах нашей компетенции. И теперь вот как правильно ответить можно нашему другу Франциско еще то, что он говорил. Здесь очень это важный способ контролировать затраты общественных денег, общественных фондов, которые мы даем стартапам и другим возможностям в развитии бизнеса. Это главным образом, это запускать... То есть информация должна быть открыта. Процесс должен быть всегда прозрачным, транспарантным на всех уровнях. И нужно специальное подразделение, то есть нужно портал, на котором все находится в открытом виде. Любой гражданин может сразу посмотреть все то, что происходит с каждым проектом, как он финансируется, суть проекта, особенности, ход выполнения и так далее. Даже европейский фонд, который мы тоже распределяем. И вот этот каждый гражданин может иметь конкретное, современное, общее представление и конкретное представление в отношении, что происходит с каждым отдельным проектом и этапом финансирования, уровень развития проекта, выполнения проектов и так далее. Все это есть. Это первое, главная гарантия, что контролирование делается должным образом. Так, спасибо. А вот один пример. Не могли бы вы дать успешной истории, удачи? Вот как вот у вас это уже произошло так удачно уже? Вот пример из Рима, добавление ценности вашей экосистемы. Что было удачно? Вот я могу рассказать о... То есть это не полностью еще удачная история, но правильный подход, который у нас был в нашем регионе. Потому что в последние годы, где-то последние пять лет было... Деньги давали, деньги финансировались предприятиям, стартапам, давались деньги, но без... Но без плана, без видения, без плана. Но деньги предоставлялись этих проектов. Что они должны будут выполнять в рамках этого проекта? И были хорошие результаты, но были не очень. То есть невозможно было видеть, например, вот этот поток этих программ, этих проектов. То есть они не так быстро развивались, и их было небольшое количество. Но то, что не было четкого плана. Одновременно вот мы создали, сейчас создаем вот этот вот хаб-концентратор, где все стартапы могут получать необходимую правовую поддержку, получать необходимую финансирование, поддержку, консультации. Инкубаторы вот такие в нашем районе Лазио. 50 процентов. Это было такое физическое место, где стартапы могли работать непосредственно, находиться в своих офисах, лабораториях, где они могут решать свои задачи. Но там не хватало, конечно, определенных элементов. Поддержки не было достаточно. Консультации не было со стороны правительства. Поддержки не было достаточно, конечно, сетевой поддержки. Не было сети, и структуры, и тогда не было еще государственной поддержки. Поэтому не всегда успешно все это проходило. Давайте перейдем в Италию, в Колумбию. Я хочу задать вопрос господина Луиса. Что вы делаете для поддержки развития подобного вида предпринимательских проектов? Во-первых, благодарить хочу ваш всемирный конгресс предпринимателей Москвы, правительства Москвы за помощь, организацию, приглашение, за эту возможность превратить этот мир в совершенно новый, поднять его на новый уровень инноваций и экосистемы. И вот мы в Колумбии, в Колумбии у нас есть, у нас Большоокеанские порты есть. И поэтому мы создали стратегический план, несколько лет назад сделали этот план. И при помощи инноваций, предпринимательства, это, конечно, удивительно хороший способ дальнейшего развития, экономического развития и повышения уровня жизни наших граждан. Мы сконцентрируемся на трех областях возможного развития. Это по историческим причинам, это, безусловно, здравоохранение, строительство жилищно-коммерческое и наука и технологии. Вот мы выбрали вот эти три области, эти три главных области. И главная задача – это поддерживать предпринимательство в области энергетики, наука и здравоохранения. Вот мы пришли к выводу, изучив особенности рынка, что путем предоставления хорошей поддержки наших региональных правительств предпринимателям за последние 10 лет, мы заметили, мы видим, достаточно серьезный региональный ВВП подрос, он шел быстрее, чем ВВП страны, и мы видим, и поэтому у нас безработица упала, она была существенная, она была в середине региона, она была достаточно высока. И поэтому вот этот город растет быстрее, поддержка, предпринимательство, работает создание вот этой экосистемы, мы пришли к выводу, что результаты очень хорошие по опережающему росту ВВП в соответствии с этим планом. Мы пришли к выводу, что нужно поддерживать предпринимательские экосистемы на конкретных основах, конкретные программы, в определенных областях. Нужно быть сфокусированным, и мы сейчас, вот мы, а потом мы хороший опыт, мы его распространяем на другие области. То есть это вот такая экосистема предпринимательства будет гарантировать нам, что в конечном итоге у нас будет устойчивое развитие бизнеса в будущем. И укрепление экосистемы. И последний момент, который я хотел сказать, что мы решили, вот я, Франшеска, из Аргентины, мы приняли решение создать технологический район такой, который находится на севере города, и там у нас есть соседние были организации. То есть там средний класс проживал в этом районе, где мы создаем подобные бизнесы. И поэтому мы хотим создать такой научный район, чтобы привлечь инвестиции именно в этих трех областях, в которых я уже говорил, здравоохранение, энергетика и наука технологии. Вот наша задача. Спасибо. И вы отвечаете за ГЧП-альянсы, да, государственное частное партнерство. Вот, если можно, можете какие-нибудь рекомендации, можете дать, какие рекомендации для других стран, каким образом можно создавать вот эту вот ГЧП-структуру и государственное частное партнерство для дальнейшего развития бизнеса. Да, ГЧП, безусловно, это одна из прекрасных стратегий, которую мы выбрали для дальнейшего развития наших городов. И у нас есть проекты, наши проекты, и локальные правительства, и местные правительства. То есть нужно иметь, конечно, достаточно денег. То есть, с одной стороны, деньги, с другой стороны, профессионализм, здания для того, чтобы проводить крупнейшие инфраструктурные проекты. То есть это желание с обоих сторон. Но одновременно нужно вот это взаимоотношение, нужно понять. Это крупные эти ГЧП-проекты, и также внедрить ее вот в рамки, в текстуру крупных строительных компаний, больших проектов, для того, чтобы укрепить экосистему инвестиций и одновременно осуществлять такие проекты в наших городах. То есть мы работаем с сотрудничествами, условно, государства и город, и частный бизнес, и помогать доступу на рынку малых бизнесам через крупные компании, потому что вокруг крупных возникает большое количество для строительства, для вполне больших инфраструктурных проектов. Спасибо. Так, давайте перейдем к Москве. Михаил, если я могу, если бы я, вот я бы хотел вас попросить сказать несколько слов о том, как вы рассматриваете эту ситуацию. У нас есть даже презентация небольшая, да? Я сначала мнение хочу вам дать своему, и потом презентацию. Вот я скажу несколько слов в отношении этой темы, которую мы только что обсуждали. Вот когда мы говорим о правилах, о правительстве крупного мегаполиса, каждого правительства крупного мегаполиса, то это важнейший, конечно, драйвер для развития в регионе предпринимательства. Это потому что, вот мы говорим, это публичная финансирование, госфинансирование, очень важно, госфинансирование, и Российская Федерация с точки зрения вот этой вот глобализации процессов, и одновременно у нас недостаточно быстро растет наша экономика, и поэтому здесь особое значение приобретает вот именно инфраструктура, и поэтому вот это сейчас партнерство крупных городов может представить принципиально важным элементом и драйвером дальнейшего развития, повышения скорости развития. И главное – это прозрачность, конечно. И вот в Москве у нас есть все необходимое для структурированной базы данных, которая открыта, прозрачна для всех участников. Это важно. Потом у нас есть, то есть у нас есть даже биржи, есть электронная, и все открыто, то есть можно все учить электронным образом. Заказы поступают, предложения от этих компаний, и поступают также электронным способом, которые изучаются также объективно, прозрачно. И поэтому мое мнение, как представители Банка Москвы, мы делаем очень много для того, чтобы создавать вот эти совместные проекты вместе с московское правительство и московская биржа, и Банк Москвы, и как раз президент ТПП Москвы также присутствует здесь для того, чтобы создавать стандарты. Это малые и средние предприятия, которые и совместное использование вот этих вот усилий для ГЧП, для создания необходимой инфраструктуры в Москве. То есть Банк Москвы является один из крупнейших в России. Как Вы думаете, каким образом, что Банк Москвы может понять, создать вот эту экосистему инноваторства и развития предприятий? Для банков, средние, средние банки, малые компании. Малые и средние компании – это очень важно для банка. А для этих маленьких компаний финансовые показатели непонятны. И риск достаточно высокий. И поэтому почетности, когда мы видим, то, конечно, больше понятно, когда работают с большими компаниями. И поэтому нужно лучше понимать малые и средние бизнесы, потому что они менее понятны. И поэтому, когда мы развиваем именно малые и средние бизнесы, у нас есть специальный отдел, который… Работать с этим бизнесом надо по-другому, который работает именно этот отдел с малыми и средними предприятиями, потому что там есть очень много специфики. И поэтому бизнес-процессы, предоставление денег, оценка, выдача займов – все совершенно другое. По сути, не так, как это происходит с большими корпорациями. И поэтому мы пытаемся использовать также возможности биржи московской, также и московское правительство поддержку. Все вместе. Они нам также помогают создавать среду тендерную, среду препятствий, которая способствует развитию малых средних предприятий и также работать с субподрядчиками. И вот все это вместе, когда мы объединяем, то возникают необходимые инструменты всех трех заинтересованных лиц, которые дают возможность более эффективно оказывать поддержку малых средних предприятий. И, конечно, ТПП помогает торгово-промышленная палата для создания вот этого необходимого диалога для малых средних предприятий. Много специфики, и поэтому этим занимаются специально. То есть и нужно, конечно, помочь банкам успешно предоставлять подобные займы подобным компаниям, потому что этот бизнес достаточно предоставления этих видов для малых средних предприятий, он достаточно рискованный, поэтому надо быть очень близким с нашими клиентами для выполнения этих целей. Большое спасибо. Вот ваша презентация потом покажется, да? Можно сейчас, можно позже, можно в конце или сейчас. Для меня есть... Я по-русски продолжу презентацию, если вы не против, да, для аудитории, да? Есть приборы, да, пожалуйста, по-русски будем говорить. Экономика, она прирастает городами и большими мегаполисами. В 2008 году население городов уже сравнялось по численности с количеством жителей, проживающих в сельской местности. В 2050 году, по прогнозу ООН, более 85% населения Земли будет проживать и трудиться в городах. Россия не исключение. Порядка 106 миллионов жителей России живут в 1097 городах. Собственно говоря, это почти три четверти населения страны. И, собственно говоря, мы понимаем, что города начинают конкурировать друг с другом в условиях глобальной экономики. Уже нельзя скрыться за пределами государственной границы, за пределами кольцевой дороги. Для городов тот бизнес-климат, то, что мы сегодня называем деловой экосистемой, очень важна для того, чтобы привлечь для развития своей инфраструктуры, инвестиций и, самое важное, наиболее квалифицированные кадры. И успех в этой конкуренции – это, на самом деле, вызов для сегодняшних мегаполисов, поскольку деловая экосистема – это в том числе возможность трудиться, заниматься предпринимательством в условиях, которые позволяют это делать. И, например, в России мы располагаем одной из лучших систем образования в мире, большое количество университетов, если взять то же самое Москву, но, тем не менее, все подготовленные нами специалисты, наиболее конкурентные из них, просто уедут, если им будет некомфортно здесь жить. Соответственно, очень важно для городов сделать условия жизни удобными для высококалифицированных кадров. И это возможно только при высоких темпах экономического роста, а мы с вами, на самом деле, как я уже сказал, находимся в ситуации кризиса, и эти темпы экономического роста возможно создать за счет именно развития городской инфраструктуры. На наш взгляд, именно развитие малого и среднего бизнеса является важным резервом. Если мы посмотрим, то доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет там достаточно меньшую часть, чем в других экономиках, 20-22%, в то время как в США это 50%, в Китае свершили 60%. И, собственно говоря, этот структурный дисбаланс мы должны использовать как стратегический резерв для роста национальной экономики. И, собственно говоря, здесь появляется такой цикл, когда участие предприятий малого и среднего бизнеса в реализации проектов развития муниципальной инфраструктуры приводит к улучшению качества жизни в городах, город становится более привлекательным для инвестиций и квалифицированных кадров. Соответственно, развитие городской инфраструктуры является для предприятий малого и среднего бизнеса драйвером их развития. Но мы видим, что на самом деле у нас за последние годы количество предпринимателей в России сократилось. Все связывают это с переходом на новую систему налогообложения, но мне кажется, это всего лишь спусковой крючок достаточно большой проблемы, поскольку мы сталкиваемся с определенным замкнутым кругом. Малые и средние предприятия, к сожалению, имеют не всегда самые современные основные фонды, часто устаревшее оборудование, нет возможности финансировать приобретение новых технологий. Это приводит очень часто к низкой рентабельности их деятельности. Их балансы не всегда прозрачны для банков. Как результат, большой дефицит банковского финансирования и инвестиционных ресурсов для развития малого и среднего бизнеса. И чтобы разорвать этот замкнутый круг, здесь необходимы совместные усилия как государства, так и бизнес-сообщества. И это возможно путем предоставления доступа к кредитам малым и средним предприятиям, повышения конкретной способности малых и средних компаний и привлечения малых и средних компаний к реализации муниципальных и региональных проектов. Многое уже делается. В российских регионах работают фонды поддержки малого и среднего бизнеса. Не всегда их средств достаточно. Часто их процедуры не всегда дружественны к предприятиям. Но, тем не менее, это достаточно важный институт. И для развития данного института недавно был сделан очередной шаг, созданный на правительственном агентстве кредитных гарантий, которое, на мой взгляд, должно будет принять участие в стандартизации всех процедур работы фондов по поддержке малых и средних предприятий. И, безусловно, поскольку достаточно большой уставный капитал у данного агентства, 50 миллиардов рублей, и есть перспективы его увеличения, то, безусловно, это будет хорошее подспорье для малых и средних предприятий при их работе с банками, которые могут использовать гарантии этого агентства для увеличения кредитной поддержки. Хотя, безусловно, этого недостаточно. По разным оценкам, потребность малых и средних предприятий в долгосрочных кредитах на институтные цели составляет от 500 до 900 миллиардов рублей в год. Иными словами, это важный, но недостаточный шаг. При этом, как я уже говорил, для российских банков работа с малыми и средними предприятиями в последнее время становится достаточно важной, но требует определенного фокуса. Мы смотрим на эту работу с точки зрения участия малых и средних предприятий в развитии муниципального хозяйства, в участие в модернизации инфраструктуры наших городов. Нам удалось достаточно сильно нарастить этот бизнес. Он практически вырос в два раза за последние полтора года. И в данном бизнесе мы уделяем большое внимание взаимодействию с московским правительством, с правительствами тех регионов, которыми работает наш банк. И очень важно для нас это участие малых и средних предприятий в государственном заказе. Ну и, безусловно, очень важно повышение квалифицированной способности малых и средних предприятий, что требует, на самом деле, их консолидации и координации их совместных усилий. Для этого мы считаем, что всегда предпринимательство было сильно в объединении, были всегда гильдии, союзы предпринимательские. Ну вот, в России работает торгово-промышленная палата, в Москве тоже есть московская торгово-промышленная палата как часть российской ТПП. Нам удалось сделать многое для участия малых и средних предприятий в госзакупках. У нас с этого года действует новое законодательство о госзакупках, так называемая федеральная контрактная система. Многое было сделано для того, чтобы оговорить, чтобы не менее 15% совокупного объема госзаказа размещалось в малых и средних предприятиях. Сейчас идёт работа, чтобы был определённый гарантированный объём размещения заказа государственных корпораций. Торгово-промышленная палата вместе с московским правительством удалось сделать несколько проектов. Один из наиболее интересных усилий гильдии таксистов города Москвы и комитета по развитию транспорта Московской торгово-промышленной палаты вместе с представителем Москвы много было сделано для того, чтобы была сформулирована и сейчас стала действовать новая система такси в городе. Собственно говоря, наверное, вот эти основные направления помогают малому и среднему предпринимательству быть эффективным, поэтому мы всегда открыты к диалогу. И нам кажется, что работа бизнеса через систему торгово-промышленных палат – это вот тот канал, который позволяет в моём случае банкам, понимать нужды, которые есть у малого и среднего бизнеса и правильно фокусировать те условия и продукты, которые мы им предлагаем. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Я думаю, что мы действительно только все вместе, вместе с бизнесом, вместе с городскими властями, вместе с банками, вместе с предпринимательским сообществом можем создать ту самую предпринимательскую систему, о которой мы сегодня говорим. И я хотел бы передать слово Андрею Шаронову. Я специально, Андрей, хотел вас оставить на завершающую часть дискуссии, потому что у вас есть огромный опыт и в бизнесе, и на федеральном уровне развития экономики страны, и на городском уровне. И сейчас ещё опыт в подготовке, в обучении предпринимателей. Вот как вы думаете, какой всё-таки уровень самый важный, и какие, может быть, уроки мы можем вынести из других стран, из других городов, от наших коллег? Спасибо. Спасибо, Алексей. На русском или на английском, как правильнее? Up to you. Хорошо. Прежде всего, для меня большая честь присутствовать здесь на глобальном форуме предпринимателей и быть одним из панелистов. Мне кажется, что это очень важное событие и для города, и для страны. Я очень рад, что Москва получила это право, и прежде всего, переходя к проблемам, потому что для нас необходимы, для нашей культуры необходимы такие знаковые крупные события, которые подчёркивают роль предпринимательства в образовании национального богатства. К сожалению, это не часть традиции России. В силу исторических причин в течение длительного времени предпринимательство рассматривалось практически как криминальное действие в течение 85 лет, и мы до сих пор имеем отголоски вот такого отношения, такого положения вещей. И что самое неприятное в общественном сознании тоже. Поэтому проведение подобных мероприятий, которые показывают, что предпринимательство с одной стороны и наёмный труд с другой стороны являются единственными источниками образования национальных богатств, что государства, государственные машины лишь перераспределяют это богатство, создавая при этом или не создавая условия для нормальной продуктивной предпринимательской деятельности. Это должно стать элементом культуры в России, и здесь своё слово должны сказать и предпринимательские объединения, которые присутствуют в зале, и правительство различных уровней для того, чтобы подчеркнуть уважение и роль в экономике предпринимательского сообщества. Мне очень трудно быть оригинальным, и на самом деле все выступающие говорили примерно об одном и том же, что важно создать здоровый предпринимательский климат, важно создать экосистему, экономику, которая, в общем-то, уже более или менее описана в литературе, и мы имеем большое количество успешных примеров создания этой инфраструктуры, которая экосреды, экосистемы, а затем инфраструктура, которая порождает бум в предпринимательстве. И мы видим, что в развитых и в развивающихся экономиках малые предприятия занимают половину и более валового внутреннего, создают половину и более валового внутреннего продукта, и нам, безусловно, безусловно, есть к чему стремиться. Скажу, что вот мой коллега Михаил говорил о кризисе экономическом. Это действительно болезненно и для всего мира, и для России ситуация, но это только плохая часть новости, а хорошая часть новости состоит в том, что как только ухудшается экономическая конъюнктура, правительства вынуждены, и российское правительство не исключение, уделять больше внимания для поддержки малого и среднего предпринимательства, для поддержки инновационных видов предпринимательства. Поэтому я думаю, что сейчас мы вправе рассчитывать на активизацию правительства именно в этом направлении. И с этой точки зрения, я думаю, что мы увидим больший прогресс в России государственных мер в отношении поддержки предпринимательства. Теперь я хотел сказать, может быть, чуть более специфично о институтах поддержки предпринимательства. С одной стороны, они действительно универсальны, как и во всём мире речь идёт о упрощении доступа к кредитам. Михаил об этом говорил. И могу сказать, что и в России, и в Москве уже существуют институты, которые упрощают начальному бизнесу, малому бизнесу, бизнесу, который не имеет залоговой массы доступ к кредитам. Это меры, которые упрощают доступ для начинающих предпринимателей к помещениям. И вот хорошая мода, которая сейчас появилась и в Москве, и в других городах России, это так называемый coworking, который пользуется большой популярностью. И что радует меня, этим занимаются не только государственные институты, уже и частный бизнес нашёл интерес в создании коммерческих coworking, которые, с одной стороны, кажутся привлекательными для предпринимателей, а с другой стороны, они являются и бизнесом тоже. В заключении хотел сказать о значении подготовки предпринимателей. Я представляю крупнейшую частную бизнес-школу в России, которая создана исключительно предпринимателями, которые собрали собственных средств около 200 миллионов долларов для того, чтобы построить кампус и запустить ту бизнес-школу, который уже 7 лет. И в бизнес-школе отдаётся предпочтение и нацеленность на именно культивирование предпринимательского духа. Мы, конечно, работаем с менеджерами, но число предпринимателей в наших группах, в программах Executive MBA, например, превышает 50%, в то время как, например, в Гарварде традиционная цифра 7-10% от слушателей представляют собственный бизнес. И я хочу сказать, что подготовка предпринимателей, особенно начинающих предпринимателей, чрезвычайно важна. И, на мой взгляд, это заблуждение, когда начинающие предприниматели стремятся стартовать с получения гранта. Это очень быстрый и короткий путь потерять эти деньги. И в то же время, когда предприниматели имеют возможность работать с менторами, с коучами, учиться на ошибках, что нормально других, это как раз способ 7 раз отмерить, как говорится в русской пословице, с тем, чтобы потом один раз отрезать и использовать собственные средства, грантовые средства и заёмные наиболее разумным, наименее рискованным и успешным образом. В этом смысле я являюсь сторонником развития всех форм образования и в рамках бизнес-школ, и в рамках деятельности предпринимательского сообщества в городе и в стране, и в рамках деятельности органов исполнительной власти, которые поддерживают различные образовательные формы. И, кстати, часть конкурсов, которые проводит государство, в качестве приза предлагают возможность оплаты обучения по той или иной программе, что очень-очень хорошо. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Большое спасибо. К сожалению, нам пора заканчивать нашу сессию. Хочу только сказать, что нам очень важно создать вот такую предпринимательскую систему и среду в Москве. и мы четко понимаем, что мы можем это сделать только вместе, объединив наши усилия и учтя все уроки других стран, других городов. И я думаю, что у нас будет такая возможность в ближайшие три дня. И хочу поблагодарить всех наших блестящих докладчиков. Огромное вам спасибо. И благодарю аудитории за ваше внимание. И желаю вам приятного времяпровождения в Москве и на Конгрессе. Продолжение следует...